Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Сцена из поэмы «Вера и неверие». 1829 год. Под этой липою густою со мною сядь, мой милый друг. Смотри, как живо все вокруг. Какой зеленой пеленою к реке нисходит этот луг. Какая свежая Дуброва глядится с берега другого в ее веселое стекло. Как небо чистое светло. Все в тишине. Едва смущает живую сень и чуткий ток благоуханный ветерок. Он сердцу счастье навевает. Молчишь ты. О, любезный мой, всегда я счастлива с тобой и каждый миг равно ласкаю. Я с умиленную душой красу творенья созерцаю. От этих вод, лесов и гор я на эфирную обитель, на небеса подъемлю взор. И думаю, велик зиждитель, прекрасен мир, когда же я воспомню тою же порою, что в этом мире ты со мною, подруга милая моя, нет сладким чувством выражения. И не могу в избытке их невольных слез благодаренья остановить в глазах моих. Воздай тебе, Создатель Вечный, о чем еще его молить? Ах, об одном! Не пережить тебя, друг милый, друг сердешный. Ты грустной мыслью меня смутила. Так сегодня зренье пленяет свет веселой дня, пленяет Божие творенье. Теперь в руке моей твою я с чувством пламенным сжимаю. Твой нежный взор я понимаю, твой сладкий голос узнаю. А завтра, завтра, как ужасно, мертвец незрящий и глухой, мертвец холодный, луч дневной в глаза ударит мне напрасно. Вообще к устам моим прильнешь ты воспаленными устами. Ко мне с обильными слезами, с рыданьем громким воззовешь. Я не проснусь. И что мы знаем? Не только завтра, сей же час меня не будет. Кто из нас в земном блаженстве не смущаем? Такую думай. Что с тобой? Зачем твое воображение предупреждает провиденье? Бог милосерд, друг милый мой. Здоровы, молоды мы оба. Еще далеко нам до гроба. Но все ж умрем мы, наконец. Все ляжем в землю. Что же, милой? Есть бытие и за могилой. Нам обещал его Творец. Спокойны будем, нет сомненья. Мы в жизнь другую перейдем, Где нам не будет разлучения, Где все земные опасения Земною пылью отряхнем. Ах, как любить без этой веры! Так всемогущий без нее Нас искушал бы выше меры. Так есть другое бытие. Уже ли некогда погубит Во мне он то, что мыслит, любит, Чем он создание довершил? В чем с горделивым наслаждением Мир повторил он отражением И сам себя изобразил? Уже ли творческая сила Лукавым светом бытия Мне ужас гроба озарила? И только... Нет. Не верю я, Что свет являет Пир нестройный, Презренный властвует, Достойный паник гонимой угловой, Несчастлив добрый, Счастлив злой. Как нетерпящее смешенья В слепых стихиях вещества На хаос нравственной воззренья Не бросить мудрость божества? Как между братьями своими Мы видим правых и благих И превзойден детьми людскими? Не прав, не благ Создатель их? Нет. Мы в юдоле испытания И есть обитель воздаяния. Там, за могильным рубежом, Сияет день незаходимый И оправдается незримый Пред нашим сердцем и умом. Зачем в такие размышления Ты погружаешься душой? Уже ли нужны, милый мой, Для убежденных убеждения? Премудрость Вышнего Творца Не нам исследовать и мерить. В смирение сердца надо верить И терпеливо ждать конца. Пойдем, грустна я в самом деле, И от мятежных слов твоих Я признаюсь, во мне доселе Сердечный трепет не затих. Конец сцены из поэмы Вера и неверие Читали Анастасия Солоха в Одессе И Марк Чульский в Массачусетсе И Марк Чульский в Массачусетсе И Марк Чульский в Массачусетсе